Всем привет, друзья! Вы смотрите SLT Fight News. Сегодня 24 декабря, предновогодняя неделя, и мы в Минске на чемпионате Республики Беларусь по рукопашному бою. И начинаем серию интервью с победителями этого чемпионата, и рядом со мной Павел Николаени. И помимо того, что он чемпион, он еще и главный тренер бойцовского клуба Александр Первый. Привет, просьба. Приветствую. Ну и мой первый вопрос, конечно же, по чемпионату. У тебя было несколько схваток. Какая, может быть, запомнилась тебе больше? Ну, скажем так, конечно же, запомнились все схватки, все соперники достойны уважения. Но все-таки стоит отметить, наверное, финал, так как, скажем так, соперник был неудобен своим стилем. Он был базовый борец и пытался навязать на свою борьбу. И так получилось, что за счет борцовского броска с моей стороны победа досталась мне. Но было это не так просто, да? Да, да. Но в любом случае это победа, и это здорово. Так, ну давай теперь немножечко расскажи про свой клуб Александр Первый, давай. Так, ну в моем клубе занимаются ребята от 15 лет. Мы занимаемся каждый день, становимся лучше, работаем над собой. Какие виды единоборства? Мы преподаем ММА, рукопашный бой и грэплинг. Ну и, конечно же, рукопашный бой. Собственно, это моя стихия. Ну и тогда расскажи, где он находится. Город Минск, адрес Первый, переулок Фомина, дом 9. Это микрорайон Кура-Совщина. Отлично. Давай тогда следующий мой вопрос. В двух словах о организации этого мероприятия. Как тебе? Хочу отметить, организация прошла на высшем уровне. То есть мне довелось поучаствовать в свое время на чемпионате мира. И сегодня мало чем отличалась атмосфера в зале от атмосферы на чемпионате мира. То есть идет немаленькими шагами успех идет вперед. И очень приятно. Очень приятно. Да, ну и давай тогда в завершение. Это все-таки предновогодняя неделя, предновый год. Давай пожелания нашим подписчикам, друзьям и всем, кто посмотрит это видео. Дорогие подписчики, желаю вам всем не падать духом, никогда не сдаваться. И в новом году достичь всех подставленных целей. Отлично. А сзади нас елка, все заметили? Ну что, спасибо тебе, Паша, за отличное интервью. Все было здорово, круто. Мы желаем тебе, конечно же, победы. Всего только самого. Спасибо. Пока. Всего доброго.